Итак, у нас сегодня американский поп-арт. Мы уже немного касались этой проблематики, смотрели с вами видео-лекцию Вэнди Бэккетт, посвященную Энди Орхолу и Джасперу Джонсу, но это был столь беглый обзор, что я не могу это зачесть за полноценную лекцию. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим философию поп-арта, постараемся проанализировать некоторые избранные полотна этих художников с точки зрения смысла. И художников я на сегодня наметил три. Это Джонс, Раушенберг и Лихтенштейн. И с Джаспера Джонсом мы с вами и начинам. В прошлый раз, как вы помните, мы анализировали английский поп-арт, зарождение поп-арта, посмотрели, что поп-арт появился именно в Великобритании в конце 40-х годов, но все эти работы были выполнены в коллажной технике. То есть это были не картины. А Джаспер Джонс же создает первые картины, выполненные в технике поп-арта. Но и тут не все так безоблачно. Дело в том, что саму фигуру Джонса весьма проблемно однозначно отнести к поп-арту. То есть Джонса называют то представителем поп-арта, то представителем неодоноизма, потому что на него оказал колоссальное влияние Марсель Дюшан. То иногда причисляют даже к концептуализму. И на Джонса оказал значительное влияние Раушенберг, который работал во всех известных в середине 20-го века стилях. Джаспер Джонс в полном смысле слова является нашим со-временником. Это художник, который ныне живет и здравствует. Как вы видите, по дате рождения он немножко старше Альфреда Шнитхи, именем которого называется сие учебное заведение. Но в отличие от последнего, он еще живой. Джонс интересен тем, что он вышел из абсолютной глуши. То есть, если мы часто знаем, как художники рождаются в столице, а еще зачастую в семье представители этой же профессии. Из музыкальных деятелей таким наиболее наглядным, наверное, может послужить фигура Моцарта. Где человек просто не имел права не стать музыкантом. То в случае с Джонсом ситуация обратная. Это такой своего рода американский Ломоносов. Он рождается в жуткой глухомане в Южной Каролине. Как сам он описывал эту ситуацию, что в том месте, где он родился, не просто не было художников или писателей. Там даже никто не знал, что такое искусство. И после переезда Джонса в Нью-Йорк он знакомится с Раушенбергом, о котором мы сегодня еще поговорим. Это тоже крупный художник очень. И именно эта встреча, пожалуй, оказалась судьбоносным. Потому что после этого Джонс становится Джонсом. Он создает серию полотен в стиле, который часто именуют поп-арт. И если его флаги 50-х годов действительно считать поп-артом, то он является не только создателем первых картин в стиле поп-арт на территории Соединенных Штатов, но и первых живописных полотен, выполненных маслом в технике поп-арт. Потому что, повторюсь, британский поп-арт это коллажи. И начнем, пожалуй, с самой известной работы Джонса. Мы бегло уже на нее смотрели в видеоролике Венди Беккет. Это флаг. Ключевая идея для этой картины может быть охарактеризована как идеология. Идеология, которая скрывает под собой любые факты, интерпретируя их. То есть можно из совокупности абсолютно любых фактов представить совершенно разные позиции, как вы сами понимаете. То есть сами по себе факты по сути не говорят ни о чем. Они начинают там что-то говорить, когда хотят что-то сказать. А вот что-то сказать означает идеология. Подпасть под идеологическую позицию. Что позволяет мне интерпретировать эту, на первый взгляд, безобидную картину, иллюстрирующую американский флаг, как символ, скрывающий нечто идеологии. Посмотрите на приближенный фрагмент этой картины. Эта картина нарисована не на холсте. На холст наклеено огромное количество газет. И поверх газет нанесена кардаска. Где-то ее не видно совсем газет, а где-то видно весьма и весьма хорошо. Да, вот в этих фрагментах. Можно прочесть даже фрагменты текста, которые есть на этих газетах. Вот только целиком текст прочесть нельзя. Грабо говоря, газеты иллюстрируют собой описание неких фактов. И эти факты полностью сокрыты, растворены в теле идеологии. Не обязательно отрицание американизма. Он живет в Америке. Для него принципиальным является американская идеология. Это может быть с таким же успехом российский флаг или китайский флаг. Заметьте, как строятся курсы, которые вы проходите. Курс истории музыки или курс просто истории. Это русская история. Русская история не в смысле, что это история России. Это история с точки зрения России. Это история не сумма фактов. Этих фактов не существует. Существуют факты с точки зрения определенной позиции. Так же, как не существует великих и невеликих имен. Эти великие и невеликие имена имеют значение только для определенного вопроса, для определенной культуры. Так же, как русский Вагнер, это не тот же Вагнер, которого люди любят в Германии. Если для нас ключевыми работами того же Вагнера будет являться кольцо Небелунга, прежде всего, то естественно, для немецкого, нации для немецкого народа такой работой будет югерский майстер. И это два разных фактов. Даже фигуры, которые имеют мировое значение, имеют мировое значение по-разному. То есть, эта работа не просто критикует идеологию в узком значении. Она показывает, что любые факты растворяются за определенную идеологическую позицию. А что было в этих самых газетах? А не представляли ли они информацию, уже идеологизированную? Когда-нибудь у них читали газету, что там были просто факты? Естественно, нет. Более того, а какая рука говорит, что вот досуда, это факты, относящиеся к этой ситуации, а эти факты уже к ней не относятся? Один это сделает таким образом, а другой по-другому, и общая картина будет совершенно иной. Более того, я бы сказал, что вся живопись до Джонса тоже изображала всего лишь флаги. Мы же можем отследить, что живопись одних художников, это живопись Франции, живопись передвижников, это живопись России и так далее. Но они демонстрировали этот флаг в качестве презентации, не осознавая, а он показывает этот флаг в качестве репрезентации, демонстрируя, что стоит за самой картиной, при этом создавая действительно потрясающую по красоте картину. Этот флаг красив. Это не просто перерисованные красные и белые полосы, он красив сам по себе. Создается некое ощущение в том, что он развивается, что на нем играет цвет. Это и картина, и ее же рефлекс. То есть, получается, этим флагом Джонс задается еще и двумя другими вопросами. Может ли быть некая сумма фактов без оценочной позиции? Здесь мы видим, что такая позиция невозможна. Но почему? И с другой стороны, вставая сознательно на ту или иную позицию, но предположим, на позицию американской мечты, а можем ли мы ее полностью разделять? А это другой вопрос. И ответа на оба этих вопроса посвящены два других знаменитых флага Джаспера Джонса. Первый из них называется «Белый флаг». Он написан в том же году, что и завершен собственный флаг. В 20 веке разыгралась бурная дискуссия, такая нешуточная между представителями искусства. Может ли искусство занимать нейтральную политическую позицию? То есть, может ли быть искусство ради искусства, искусство во имя самой и себя, или искусство во что бы то ни стало должно быть ангажированным? Ну, ангажированное искусство, вы все знаете, как оно привлекалось различными диктатурами, будь то диктатура пролетариата в СССР, или директатура немецкой нации в Третьем рейхе. Все вы также учили такие фигуры, как Маяковский, гениальные стихи. Большую часть творчества человек потратил на ангажированный поэз. Или такие фигуры в области музыки, как Шостакович, Фитцнер, Хенце. Авторы во блогах ангажированные. Более того, под ангажированностью, я говорю, не значит, что они разделяли господствующие на потребность. Но, являясь оппозиционером, человек тоже занимает политическую позицию. Однако, многие деятели искусства были не согласны с политизированной позицией, отстаивая то, что искусство есть некий диалог души человека с вечной красотой, с идеей красоты. А значит, такие брендные проблемы, как сменяющиеся ежедневно политические лозунги, к искусству не имеют никакого отношения. Что-то может позволительно в оперетти, но не позволительно в высоком искусстве. И конец этому диалогу между одними и другими поставил великий социолог второй половины 20-го столетия. В какой-то степени, я бы сказал, что это единственный, по-настоящему достойный представитель всей науки, который с большой буквы может именоваться еще и философом, мыслителем. Его звали Пьер Бурдиан. Так вот, Пьер Бурдиан очень методично доказал, что никакой внеидеологизированной позиции просто не может быть. Когда мы отказываемся от занимания той или иной, так скажем, идеологизированной позиции, тем самым мы молчаливо соглашаемся с господствующей идеологией. Если мы говорим, что мы за искусство ради искусства в современной России, то значит мы полностью поддерживаем партию «Единая Россия». А что мы говорим, уже не имеет ни малейшего значения. И данный подход Бурдиан весьма интересен. Он перечеркнул, он поставил крест на всякой попытке сбежать от политического выбора. И я очень рад, что его работы теперь есть на русском языке, и более того, они продолжают пополняться. Вот только что вышла книга о государстве, это курс лекций, который он читал в коллеже Франс. Коллеже Франс – это одно из самых престижных учебных заведений в мире. И оно одно из немногих, которое поддерживает свой высокий статус тем, что оно не дает дипломов. То есть туда нельзя пойти ради того, чтобы вы получили диплом. Но можно пойти только за знаниями. Там читают лекции по всем направлениям, самые видные мастера, и не о том, что они сделали 50 лет назад, а ключевое требование, чтобы они делились с публикой информацией о том, над чем они работают сейчас. Самое передовое знание самых видных ученых. И стенограмма лекций нескольких лет Пьера Бурдио о государстве, вот только что вышла. Он там на корочке даже 17-й год уже припечатан. Можно купить. А также мне известно еще пять книг на русском языке, опубликованные Пьера Бурдио. Просто говорю, потому что это одна из тех немногих фигур, которые, правда, перевернули представление о мышлении. Я не уверен, что вы все кинетесь читать Пьера Бурдио, а вот если вы потратите час своего времени и послушаете лекцию Александра Смулянского о Пьере Бурдио, я думаю, это доступно каждому. И это не просто будет некой тратой времени во имя чего-то, но, на мой взгляд, огромным приобретением. Потому что Мишель Фуко и Пьер Бурдио – это люди, которые поменяли самое представление о реальности. Так какое это имеет отношение к белому флагу Джонса? На самом деле прямое. Но, думаю, все вы знаете, что символизирует белый флаг. Это флаг капитуляции. А белый цвет сам по себе является абсолютно нейтральным цветом. И вот на ножницах между нейтральностью капитуляции и построена картина Джонса. То есть, получается, если мы верим в табло раса, в некую незамаранную позицию, в некую чистую досугу, в некую нейтральную позицию белого цвета, то тем самым мы поднимаем белый флаг капитуляции перед ныне господствующим строем. И, естественно, так как он живет в Америке, то в данном случае просматривается сзади все та же самая идеология флага. Ну, для России, говорю, это был бы флаг российский или китайский, или какой угодно еще, смотря из какого локуса мы будем смотреть. То есть, если даже мы в искусстве уходим в какую-нибудь там сугубо духовную музыку, пишем там музыку на псалмы, да, казалось бы, какая тут агитка, никакой агитки, или пишем там попсовые песенки о любви и расставании, да, то этим самым, то есть отклонением в занимании определенной социальной позиции мы полностью поддерживаем партию «Единая Россия». Вот и все. То есть не бывает никакого экстра. Бывает либо за, либо против. В одной из своих лекций Александр Смулянский приводит такой парадоксальный пример. Представьте себе человека, который там каждый день ходит в православную церковь, все совершает правильно по ритуалу, знает, как войти, когда прийти, куда свечку поставить, да. Ну, а про себя, когда ставит свечку, молится Люциферу, Белялу, или еще кому-нибудь, да. Так вот, что бы мы о нем ни думали, на самом деле он является эталонным воплощением христианина. Почему? Потому что для других он является знаком. А знаком, то есть собой, он показывает включенность себя в христианский дискурс. Те люди, которые рядом находятся, они же не знают, что он про себя говорит. Это не имеет никакого значения. Это имеет значение только для него. И оно полностью стирается тем мощнейшим знаком, который он привносит своей фигурой в этом храме. Он туда все время ходит, и он все время делает все правильно. Значит, он наталонный христианин. И он поощряет увеличение потенциальных адептов этой религии. Вот и все. То есть я в данном случае привожу это не для того, чтобы оскорбить чьи-то религиозные чувства, более того, ссылаюсь на совершенно конкретного философа. Это не мой пример. Но я лишь показываю, что если мы сделаем интроспекцию этого примера на жизнь политическую или жизнь искусства, мы получим то же самое. Если мы говорим, что мы будем петь песенки и плясать на эстераде, это значит, что мы полностью поддерживаем ныне сложившуюся ситуацию. И вот в чем еще одна весьма интересная вещь. Если мы все-таки соглашаемся с тем, чтобы занять ту или иную позицию, но предположим, мы разделяем этот американский флаг на все сто, или мы хотим стать оппозиционерами сложившейся политической диктатуры, полностью ли мы будем осознавать границы этой идеологии. Насколько сознательным будет наш выбор политический, когда мы говорим, что мы коммунисты. Или когда мы говорим, что мы там либералы. И этой проблеме посвящена следующая картина Джонса, которая называется «Три флага». Славой Жижик, которого вы уже все знаете по одной из видеолекций, которую мы смотрели, во многих своих работах, это не то, что я работу не помню, в которой он приводит эту цитату, он ее приводит почти во всех своих работах. Он ссылается на следующее, что для исправного функционирования какой-то диктатуры необходимо, чтобы вовлеченные в нее участники имели возможность критиковать эту диктатуру. Не критиковать не с определенной иной позиции, а высмеивать ее в виде, так скажем, анекдотического дискурса. То есть, когда нам кажется, что нам такой ерундой мозг не промыть, когда мы за каждым утверждением видим идеологическую подоплеку, и мы понимаем, что мы можем над этим пошутить, мы можем друзьям сказать, что видите, какая ерунда, вот именно тогда мы являемся эталонными представителями этой самой идеологии. Как только нам кажется, что мы от нее свободны, мы от нее гарантированно не свободны. Мы всего лишь выходим из первого флага во второй, затем он и нужен. На первый флаг, простите, ловятся совсем многие. И не факт, что вообще кто-то ловится. Он затем и нужен, чтобы скрыть просто второй за ним, идущий. Третий, четвертый, и так до бесконечности. Дело в том, что, понимаете, шутить вы можете над любой доктриной, сколько угодно, а делаете вы ли реально что-то против нее. То есть, если вы над ней просто шутите, если вы говорите, насколько она плохая у себя дома, вы все равно за нее. Мы опять попадаем в белый флаг. То есть, так скажем, критика диктатуры включена в логику самой диктатуры. Вот и все. Собственно, на ней она и держится. Более того, как вы сами отлично понимаете, даже оппозиция к диктатуре, то есть, только определенная оппозиция, тоже включена в саму диктатуру. Если есть определенный государственный строй, естественно, он держится на том, что есть те, кто против него. Если нет тех, кто против него, а зачем вообще нужно государство? Оно он вообще оберегает. Чтоб хаос не наступил, чтоб друг друга люди не поперебивали. Тоже сомнительно, но тем не менее. Если таких людей становится мало, которые хотят всех поперебивать, то их можно добавить, чтоб поддерживать государственный строй. Если нет террористов, то надо устроить террористы, чтобы поддерживать государственную строй. То есть, прямая оппозиция определенной идеологии включена в саму идеологию. Иначе просто она работает не будет. Если оппозиция ей возможна, то только асимметричная оппозиция. Прямая оппозиция, это все та же самая монетка, но ее обратно, странно. Насколько же наше представление на самом деле осознанно? А вот тут стоит большой вопрос. В древние времена, особенно в индуизме, использовалось такое всем известное понятие, которое обычно, не пойми, с чем соотносят, как карма. В самом деле, карма – это не то, что люди там огрешили в прошлой жизни, потом им будет очень плохо, в том, если они долго пострадают, то потом будет хорошо. Но это такое вульгаризированное представление очень глубокого символа. И современный трансперсональный психолог Чахат Старт интерпретирует карму очень умно. Он говорит, что багаж кармы – это багаж наших неосознаваемых убеждений. Понятно, что наши неосознаваемые убеждения не нами созданы. Вот вам и прошлая жизнь. То есть мы их притащили, втащили в свой мозг из тех людей, которых уже больше нет в живых. Это, конечно, прошлая жизнь, но не наша. Ну, и, естественно, если у вас этот багаж огромный, а убеждения очень-очень противоречивы, то в жизни оно будет вам мешать еще, боже, как. То есть будет оно мешать таким образом, что, скажем, можно и в мистику начать верить. Потому что, если вы одновременно хватаетесь за расходящиеся в разные стороны опоры, то вас и порвать может на части. И именно об этом во многом три флага Джонса. Он говорит о том, что, насколько мы осознаем границы той идеологии, которую даже, на первый взгляд, сознательно разделяем. Сколько в ней находится того, что противоречит нашим убеждениям, и тем не менее, нами априорно привносится в свою жизнь. Мы постоянно делаем что-то для себя, делаем что-то против себя. В середине 20-го века жил такой кинорежиссер, вы обучены. Фанаты кино причисляют к тройке самых таких культовых кинорежиссеров. Туда, понятно, входит Феллини, Бергман и Буниуэль. Речь пойдет именно о Льюисе Буниуэле. И он снимает киноленту, которая называется «Ангел-истребитель». Это еще черно-белый фильм, потрясающий совершенно фильм, который как раз и рассказывает аллегорию о ловушках идеологии. Там люди попадают, так скажем, в помещение, из которого они не могут выйти. Не потому, что двери закрыты, не потому, что что-то им мешает, а просто не могут. Вот это и есть работа идеологии. И когда они благополучно оттуда выбираются, встает вопрос, «А далеко ли они уйдут?» Финал фильма говорит «Недалеко». Что называется «До первого столба». И там они опять не могут выйти. Им ничего не мешает, они просто не могут. И вот в чем проблема идеологии. Когда нам кажется, что вот, теперь-то мы осознали механизмы, как нами управляли. Теперь-то мы осознали те подводные камни, которые есть в нашем обществе. но осознав их, не попадаемся ли мы в самое сердце этой идеологии. И не являемся ли мы в такой позиции оппозиционера в еще большей степени винтиком внутри этой системы. есть еще один фильм порекомендую. Я уж как-то на него давал ссылку. Это кинолента, которая называется «Виртуальный кошмар». Она относительно новая. Этот фильм создавался одновременно с «Матрицей» в один год. И они похожи. Если сравнивать их с точки зрения интеллектуальной работы, конечно, это будет сравнение далеко не в пользу фильма «Матрица». Хотя «Виртуальный кошмар» супер был и бюджетка. Никаких спецэффектов вы не увидите. Но фильм потрясающий по следующей причине. Я не буду пересказывать, потому что вы его посмотрите. Он произведет сильное впечатление самими поворотами сюжетными. Но если в «Матрице» мы видим сразу же хороших и плохих, есть правстанцы, есть диктатура, особенно интересно робототехники, чтобы не жалко их убивать. Людей там очень жалко, роботов совсем не жалко. сразу понятно, кто хороший, кто плохой. Не будем же мы за роботом боевить. То в случае с виртуальным кошмаром все совсем не очевидно. Потому что такие же самые повстанцы, в такой же самой «Матрице» и заметьте, он не мог быть сворован, они создаются в один год. Это лишь отражение духовной эпохи. Так эти самые повстанцы являются той же частью, необходимой частью самой этой «Матрицы». Они не оппозитны ей, они только утверждают и подтверждают своим малочисленностью действенность самой по себе этой схемы. Так что вот эти три флага, три различных уровня, а естественно много их до бесконечности. Маларме есть удивительные стихи, которые потом были обыграны первым Булезом в его пьесе «А складка за складкой». Мы снимаем себя коком один, второй, третий, четвертый. Каждый раз снимая его с себя, нам кажется, что мы теперь свободны. А сколько этих мотков никто не знает. и такая вот типичная жизненная ситуация. Представьте, что вы принадлежите какой-то партии, или вы даже политик. Сколько нужно, насколько вы готовы пойти в жертв ради того, чтобы установить мир во всем мир? Ну, предположим, это будет один миллион человек. А после того, как этот миллион погибнет, а вы не достигнете своих результатов, добавите ли вы к этому миллиону еще сто тысяч, дабы не отступаться от возведенных идеалов, идей. Позволительно это или нет? И смотрите, если вы уклоняетесь от этого ответа, вы попадаете в белый флаг, и все произойдет так, как оно и произошло. Если вы говорите «Да, позволительно, во имя высокой идеи сделать то-то и то-то», вы попадаете в три флага. Сначала мы говорили о миром за всем мире, потом убиваем во имя мира, потом убиваем всех во имя мира. Потому что понятно, что этот процесс может длиться до бесконечности. История показывает, что все самые ужасные злодеяния делались во благо людей. И конкиста, и так скажем, возрожденческая инквизиция, это же не были изуверы, которые хотели во что бы то ни стало попытать помучать людей. Они хотели спасти, душу спасти, выведать истину о сатане, чтобы других спасти своих соплеменников и так далее. То есть в данном случае любовь к ближнему всегда перерасталась в убийство этого самого ближнего. Идея постепенно расширялась. В центре нам показывают идею добра и блага, но не нужно судить по этой идее. Вы посмотрите с помощью этой идеи какие цели и какими методами добиваются. та или иная так скажем мировоззренческая позиция. Понятно, что если вы прочтете евангельский текст, то ничего окромольного вы там не увидите. Но как применялся этот текст, а самое главное, может ли этот текст применяться иначе? А это большой вопрос. Если он применялся таким образом, значит это и есть его среда распространения. если Ницше применялся таким образом, как он применялся в третьем моменте, значит он может так применяться. И говорить о том, что у Ницше ничего подобного не было, тоже неоправданно. Хотя в самом тексте Ницше нет абсолютно ничего, что хоть каким-то образом отсылал нас к нацистской идеологии. То есть любая идея постепенно расширяясь утрачивает свои грани и перерастает по сути в неосознаваемое вакурусство. В неосознаваемый хаос, который и наиболее действенным оказывается. Потому что чем менее идея осознается, тем лучше она работает. Но самое забавное, если вы на вопрос а можно ли во имя мира во всем мире убивать, ответите нет категорически. Будете ли вы последователь встав на такую позицию и откажетесь ли от целого ряда составляющих ваше мировоззрение, которые этим жестом будут исключены. Или вы здесь скажете нет, а тут скажете да. Не попадете ли вы в изнанку этих трех флагов, где мы будем тащить по-прежнему колоссальный груз неосознаваемых убеждений. И помимо этих флагов Джонс создает ряд работ, которые так или иначе называются мишени. Они по-разному. Именуются каждой из них зеленые мишени, еще какая-то мишень, много мишени. Все эти мишени являются отличными комментариями к флагу. Начнем мишень с гипсовыми слепками. Она тоже 55-го года, как и флаг. Все свои наиболее важные работы она создает в 50-е годы. О чем эта картина? Заметьте, как она выглядит. Мы видим мишень, и над ней расположены гипсовые слепки различных частей человеческого тела. Как бы это не прозвучало цинично, но любая борьба за что-то является борьбой против кого-то. Нам очень часто не любят про это говорить, и на мой взгляд цинично не это признать, а цинично недоговаривать. Когда нам показывают только свет ту сторону той или иной позиции, протемную замалочить, а у любой стороны, как известно, бывает обратная сторона. Даже обратная сторона бывает обратная сторона. Еще не факт, что она будет та же самая, что понимая сторона. Значит, и Джонс показывает, что любая наша борьба, любое наше действие, есть не просто действие за что-то, но действие против кого-то, а конкретно против человека, против другого с большой буквы. Возьмем совершенно безобидный пример. Победа на конкурсе каком-нибудь в области искусств. Вот, выиграли бы какой-нибудь престижный конкурс. Причем престижный, потому что, если не престижный, то само действие настолько маленькое, что оно не обсуждает, да, и речь быть о нем не должна. Выиграли бы, не знаю, конкурс Чайковского, допустим, да, или конкурс королевы Елизавета Нелесовой. Нет. Этим самым можете ли вы причинить кому-то вред? Является ли это ваша победа победой против кого-то, над кем-то? Конечно. То есть, если этот конкурс статусный, если он зачем-то нужен, то вы этим самым с помощью его занимаете определенную нишу в обществе. А это значит, что кто-то ее не занял. И это может сказаться фаталинно не только на этом человеке, но и его ближним окружением даже. Это оставляет существенный волн такой поступок. В таком случае можно подумать, если любой наш ход, если любой наш шаг, есть шаг по головам других, давайте потратим всю нашу жизнь на помощь ближнему. Мы будем много работать, почти всю свою зарплату будем отдавать бедному или в какой-нибудь фонд, будем фактически святым ходячим. Является ли это жестом против кого-то? Является по-прежнему? Представьте себе следующую ситуацию. Вы работаете, отдаете большую часть своей зарплаты на бедных, но по чьим головам вы теперь едете? По головам тех, кто это делал до вас? люди жертвовали половину своей зарплаты на бедных, и тем самым устанавливая высокий этический стандарт. И устанавливая этот высокий этический стандарт, они занимали высокую моральную нишу в обществе. Их капитал не монетарный, их капитал морально-нравственный. Когда вы начинаете тратить, отдавать 75% своей зарплаты на бедных, их вклад обнуляется. Вы устанавливаете более высокий стандарт, тем самым, ну не только вы имеете возможность вскормить целую кучу нищеброда, который пойдет кого интересует убивать, куда пойдут ваши деньги, этого не узнает никто, но вы этим самым в самой этической жизни идете по головам других. То есть даже религиозно-нравственное деятельность, она все равно является деятельностью, где один является по отношению к другому конкурентом. Представьте себе следующую картину. Допустим, кто-то начинает во имя благо людей и всего мира работать очень-очень много. Вот такой некий современный стахановец. Казалось бы, что плохого он делает? Он там весь день пашет, производит какой-то весьма важный продукт. Если человек работает значительно больше других, это значит, он этим показывает, что так работать можно и даже нужно. Тем самым другие должны дотягиваться до этого уровня, а те, кто дотянуться не могут, работы лишаются. Лишаясь работы, они могут даже погибнуть. Вот вам и весь запал с первой, на первый взгляд, позитивный, но который имеет также свою теневую сторону, также свою цель. Цель борьбы с другим человеком. Это не значит, что есть только борьба, а это значит, что она неизбежна. Как бы куда бы мы ни целились, мы целимся в человека, в другого человека. Как бы это страшно не звучало. Представьте следующую ситуацию. о ней будет иная картина. Картина с зеленой мишеней. Ну, трудно себе представить, что такие движения типа Greenpeace или движения за различные формы сохранения планет, разеленения и так далее, что может быть более безобидного, чем такие партии. Но разве их мишенью не является все тот же человек? Ну, предположим, за что может бороться тот же Greenpeace за закрытие какого-то предприятия. А если это предприятие вообще в этой местности является единственным, его закрытие приведет не только к разорению его владельца, оно приведет к лишению рабочих мест. И эти люди действительно могут спиться, могут податься в преступный мир, могут просто погибнуть. Запрет на охоту или рыбалку в той или иной местности также может повлечь за собой результаты в виде гибели людей. Да, эти животные не погибнут, могут погибнуть люди. Это не значит, что я оправдываю отлов редких видов рыб или бреконер человечества или загрязнения окружающей среды. Я показываю лишь что, что любая борьба, даже за сохранение чего бы то ни было, является не только борьбой за, но и борьбой против чего-то. Что делает тот же самый Голинпирс они вывешивают из себя на сайте фирмы или конкретные продукты, которые используют генетически модифицированные объекты. А что это делает? Это делает, играет такую роль оттока покупателя у этих фирм. То есть фирмы тратят огромные деньги на рекламу своей продукции, а это своего рода антиреклама их продукции. Более того, мне нет никакой гарантии, что генетически модифицированные продукты вреднее, чем не модифицированные. Таких исследований нет. Все эти исследования фрагментарны и не носят некого серьезного обобщающего характера. Ну, когда люди питались естественной пищей и природа была не загрязнена, мы жили, как известно, два-три раза меньше, чем сейчас живем. Наверное, это было очень полезно, но к 20-30 годам человеку уже были почти черные зубы, понятно, как пахло изо рта, что поэтому, если девушка не выходила замуж до 20-ти, тем более до 30-ти, шансов в нее было абсолютно никаких. Потому что это было лишь некое убогое подобие человека, на которое можно смотреть с определенного расстояния. Вот тогда продукты гимнонетически модифицированных не было. И загрязнена среда не была ни разу. Только почему-то сейчас мы живем все по 100 лет, способны детей рожать, когда в 40 уже начинают рожать. Эта дата все время отдвигается, отдвигается, а до 40 раньше не каждый доживал. напомним, что в эпоху Моцарта три ключевых композитора Моцар Розетти и Йозеф Мартин Краус все жили по 30-36 лет. Не был феномен Моцарта, просто тогда столько жили. тогда же медицина другая была и антисанитарий. Безусловно, но нет никакой гарантии, что эти самые так называемые естественные продукты делаются в гигиеничных условиях, и что это вообще допустимо, их потребление человека. Любой продукт, понятно, что мы кормим не только себя, но и тех организмов, которые в нас живут и так далее. И чем это для нас чревато таких фундаментальных исследований нет. Я не хочу сказать, что это плохо, я скажу сказать, что у меня нет определенного убедительного доказательства, чтобы я принял юридую позицию. Хорошо ГМО это или плохо, я не знаю. А если я не знаю, мне по большому счету все равно. Или как пользуются рекламой, если человек видит одинаковый продукт с витаминами и без витамина, он гарантированно купит тот, который сыпь витамины. Хотя, понимаешь, что такое витамины? То есть, какое есть доказательство, что вам эти витамины нужны? Есть так же, как и минералы. Это элементы периодической системы Менделеева. Есть у вас перебор этих составляющих в организме. Ничего кроме вреда вам этот продукт не принесет. Но когда вы видите некий бонус, такую добавку, то есть, такое же молоко, но с витаминами, человек предпочитает за те же деньги взять с витаминами. Хотя, вполне возможно, что оно вреднее. Почему я это все говорю? А говорю это все к тому, что любая идеологическая модель, которая даже зиждется на самых естественных, казалось бы, основаниях, все равно целен против человека. Не только за что-то, но и против кого-то. И этот лук это все та же самая мишень. Потому что не может быть, как вы уже помните, никакой нейтральной позиции. Не может быть никакой естественной позиции. Может быть только одна позиция, та, которая господствует, или изощренный способ ей противостоять. Опять же, только изощренный способ ей противостоять асимметричный, способен действительной противостоять. Бертойт Бурярт как-то в одной из своих стихотворений писал стихи, они очень политически ангажированы, что в русле флага будет, но они очень глубокую мысль говорят. Он пишет, дождь никогда не пойдет вверх, а классовый враг всегда будет классовым врагом. Понимаете, можно сколько угодно выкорчевать из правых левых, остаются только правые, и тем самым мы после того, как выкорчеваем всех левых, начнем корчевать из правых тех, которые полевее. Когда выкорчеваем их, из самых-самых правых начнем корчевать те, которые полевее. И так до бесконечности. Если есть черный и белый, мы убрали черный, черным стал серый. Убрали серый, черным стал тёмно-белый. И так до бесконечности. Понимаете? Потому что самое-то страшное дело даже не в том, что невозможно убрать противоположность, а что саму противоположность можно увидеть только либо с одной, либо с другой стороны. Либо со стороны правых, либо со стороны левых. И деление само между правыми и левыми это можно произвести либо с одной, либо с другой стороны. И эта линия пройдёт по разным местам. И мы подходим к главной работе Джонса, которая, на мой субъективный взгляд, главная, то есть не хочу сказать, самая, конечно, главная, самая известная, это флаг. Самая, на мой взгляд, интересная его работа называется Штора. Я этой зимой имел счастье выбраться в музей Людвига. Людвиг это был коллекционер поп-арта и посмотрел большое количество работ в этом направлении в подлинном. И могу вам представить даже фотоотчёт, как это по отношению к росту человека вы видите. Я всегда стараюсь фотографировать по возможности картины с человеком, потому что когда мы видим просто вот эту картинку, даже по считыванию размеров представить на самом деле это достаточно сложно. Когда мы видим ее по соотношению к человеку, сразу понятно размер полотна. Что это за работа? Сверху картины мы видим, правда, настоящую ломную штору, которая прикручена вот к холсту, и она спущена. Спущена она вот до суда. Первая идея, которая приходит на ум, то, что это от нас что-то скрывает по типу флага. Что есть некая идеология, нам вот тут какую-то грязь показывают, дырундо какую-то, а там за этой шторой самый настоящий мир, тот самый мир, в который мы стремимся, нам его не дают. Там жидомасоны, иллюминаты, инопланетяне, еще горовое правительство, еще бог есть кто. Но картина выполнена с умом. И если мы посмотрим на нее внимательно, то мы обнаружим, что там, где шторой ничего не закрывается, где мы видим сам холст, как таковой, все выглядит абсолютно так же, как на самой шторе. Это эталонное воплощение идеи обскурантизма. Обскурантизм – это не сокрытие чего-то подлинного, наподобие философии подозрения, когда вот вы думаете, что это для этого-то делается, а на самом деле вас используют для своих корыстных целей по-другому. Напротив, обскурантизм подлинный – это возникновение иллюзии, что от нас что-то скрывают, когда скрывать-то, собственно, нечего. И на самом деле сюда можно отнести все мифы об иллюминатах, жидомасонах, мировом правительстве, такие большие мифы, а можно маленькие мифы, о том, что человек использует сколько-то процентов своего мозга, о том, что у человека богатый внутренний мир, о том, что каждый человек уникален и так далее. То есть целый ряд мифов, которые, что мы просто не можем пробиться к своей уникальности, да, потому что там блоки определенные ставят, потому что нам препятствует общество быть такими, какие мы хотим. Есть еще совершенно уникальный миф о сексуальности, о том, что это миф Маркуза, у него была такая знаменитая книга «Эросоциализация», она много шумно делала в 20 веке, в самом деле работа, не хорошо так говорить о крупных философах, но работа в большом случае пустая. Понимаете? Потому что идея Маркуза следующая. То есть человек должен, человек может состояться как подлинная личность, если он не будет скрывать свою сексуальность. А сексуальность его подавляется обществом. Обществу ему навязывают определенные каноны. Если Эрос освободится, это не значит, что будет все дозволено, он организуется в некое эталонное общество иного типа, и тогда человек будет и свободен, и государство не будет его кастрировать. Однако, как показывает практика, показывает практика глубоких наблюдений, типа Лакановска, то есть человека кастрируют, человеку запрещают то или иное действие, не внешние силы, не государство, а просто отсутствие внутреннего потенциала. Он просто не может. Да, то есть Эрос не принадлежит человеку. Замах у Эроса колоссальный. Человек не может его реализовать. Не потому, что ему кто-то запрещает, а просто потому, что он не антропоморф, он не человекоразмерен. То есть весь замах на освобождение сексуальности реально не привел ни к чему. Это абсолютно пустышка. Такая же, как пустышка, как мифы о бесконечных возможностях нашего мозга или же домосонском замене. То есть, получается, человек готов поверить в все, что угодно, что его подавляет правительство. Он готов поверить в том, что неведомые ему силы, инопланетные, возможно, ведут его цивилизацию к катастрофе, или что американцы проплачивают упадок российской культуры. Да, таких мифов может быть сколько угодно. Человек готов верить даже в катастрофу, чтобы не признать одну простую вещь. Скрывать просто нечего. Вот что он видит, то и есть. И самое страшное не то, что нас какие-нибудь иллюминаты ведут к неведомым для нас целям, а в том, что там наверху, так же как и внизу, тоже никто не знает, что происходит. Тоже никто не знает, как этим управлять и что с этим делать. Вот этого человек и боится. Боится больше всего на свете. И боится это признать. То есть, не только страшные мифы о мировых правительствах, но и мифы сказки, о том, что может на самом деле человек, если б его там не подавляли и так далее. Вы наверняка смотрели такие киноленты, как «Область тьмы» или «Люси», что человеческий мозг способен в тысячу раз больше, чем это, так скажем, мы реализуем. Только для этого нужно подобрать ключ. Вера в оккультную мудрость оттуда же проистекает, что каждый человек в душе Гарри Поттер, только не хватает весточки и волшебной палочки. Дирижерская не помогает. И в данном случае, если мы обратимся, правда, к серьезным исследователям, такие как Дэнил Дэннет в области когнитивистики, в области изучения сознания, то окажется, что экспериментальные данные подтверждают обратное. Того, чего мы сознательно не учили, вспомнить мы никогда не сможем, потому что мы его и не запоминали. Никаким боковым зрением мы ничего не видим. То, что нам кажется, что мы там видим, эксперимент – это иллюзия виденности. Это иллюзию нам создает мозг, для того, чтобы просто не показывать черные экраны. И обмануть то, что мы видим боковым зрением, человек настолько легко, что даже смешно становится. Что, собственно, и демонстрирует всегда Дэницией или Экспериментами. Наше сознание очень точечно. То, что мы видим перед собой, мы никогда не видим целиком. Большую часть мы по рефлексии сохраняем того же самого, что было до этого. А взгляд, бегая, концентрируется на крошечной точке, только которую и воспринимает. И то воспринимает худо-бегая. И, соответственно, как бы парадоксально не звучало, но миф о том, что мы используем 2% от нашего мозга, создан в 700% из мозга. И ничего больше этот мозг создать не мог. Это совершенно гениальный комментарий к флагу. Он показывает, насколько глубже флаг, чем просто обращение к позиции идеологии. Это не то, что вы ничего не видите, кроме американской мечты. Нет. И заметьте, Джонс изображает не какую-то символику какой-то конкретной партии. То есть, допустим, если бы это было у нас, то российский флаг не является символом какой-то партии. Он символизирует все государство. А в нем могут быть и оппозиционные партии. Это и место. Это и эпоха, и время. Вот этот флаг. Понятно, что в Древнем Египте его не было. Само государство имеется историческую конструкцию. И внутри этой конструкции мы и находимся. И она является, грубо говоря, не только сокрывающей, но и априорной. То есть, она первична по отношению к тем суждениям, которые мы выносим. Мы уже попали в нее. И чтобы это до конца раскрыть, я обращусь к последней картине Джонса. Картина, которая относится уже к 21 веку. Она написана относительно недавно, в 2009 году. И она называется «Фрагмент письма». Что мы на ней видим? Ну, здесь есть текст некий. С другой стороны мы наблюдаем текст глухонемых. Такой, жестикуляция. «Фрагмент письма». Помимо этого мы видим в рентгеновском излучении человеческие, так, руки, ноги. И, помимо прочего, мы видим сингулы. Это круги. Причем вращающиеся в противоположном направлении. Что есть фрагмент письма? Мне кажется, что эта картина ставит перед собой задачу сокрушение самого главного мифа за всю историю человеческой цивилизации. Это мифы о начале и конце. Этот миф из человека неискореним. Человек абсолютно убежден, что во что бы то ни стало, должно быть начало, у чего бы то ни было. И обязательно будет конец. Но представьте все следующее. Человек рождается. Даже момент его рождения является ли его началом? Нет. Даже момент его зачатия является его началом? Нет. Он обусловлен на генетическом уровне. И его родители вписаны уже в целую сложную сеть исторических ситуаций. Даже просто родившись человеком, гипотетически предполагая рождение, этот человек уже вписан в сеть человеческого письма этой эпохи. То есть, начала нет по определению. Начала нет даже у самой Вселенной. Потому что если мы считаем большой взрыв началом, это значит, что должно быть наблюдающее сознание, которое предшествовало большому взрыву. И когда оно видело, как он произошел, мы это фиксируем как начало. Но вот в чем парадокс. Если оно было, уже начало не было. Если было сознающее сознание, наблюдающее сознание, которое видело начало, значит, начало не было. А если не было этого наблюдающего сознания, значит, начало по-прежнему не было. Поэтому начало не может быть по определению. Но может ли быть конец? Представьте себе следующее. Все вы наверняка смотрели достаточно такую причудливую инициативу BBC в виде фильма «Что будет с Землей после того, как не будет людей». Столько-то лет, столько-то лет. Фильм, конечно, абсурден до предела, потому что если людей не будет, то с Землей не будет ничего. Потому что сами категории, в которых фильм представлен, категории сугубо человеческие. Если не будет наблюдающего сознания, естественно, с ней не будет ничего. И таким образом предполагается, что мы-то останемся, все остальные умрут, а мы посмотрим, что будет. Но вот если мы останемся, это тот же парадокс, что с началом. Если мы наблюдаем конец, значит, конца не произошло. Мы-то есть. А если мы исчезаем, значит, конца вдвойне не может быть. Потому что конец и начало – это категории человеческого шлема. Самих по себе их не существует. Если человечество погибнет в один прекрасный мир, это не значит, что наступит конец света. Это значит, что всего лишь этот самый свет станет бесконечным. Потому что эти категории исчезли. И куда мы попадаем? Мы попадаем в фрагмент письма. Мы попадаем в письмо. Письмо – это тайно. Наша речь, наши жесты, все, что мы делаем, любая наша деятельность – есть письмо. Письмо в широком смысле этого слова. Это знаковая система. И мы попадаем изначально в уже сложившуюся ситуацию. Не мы заварили ту кашу, в которую мы попадаем. И самое забавное, что и есть-то ее нельзя, эту кашу. И выкинуть ее нельзя. И приходится в ней что-то менять и передавать другому. А следующее поколение, оно будет ли радо, в какую сторону мы эту кашу изменили, в какую сторону мы повернули наше настоящее – далеко не факт. Понимаете? Это все время пластичная, гибкая составляющая. Это одни сплошные середины. У них нет ни начала, у них нет ни конца. Это саморазворачивающийся текст, как разворачивается Вселенная после большого взрыва. Он разворачивается, и что с ним делать, не знает никто. Мы просто являемся персонажами анонимного произведения, у которого нет ни начала, ни конца. Его довести даже ни до какого логического предела нельзя. Понимаете? Мы просто туда включены. И интересен, с одной стороны, момент рентгеновских лучей. То есть, что делает рентгеновский аппарат? Он высвечивает то, чего не видно на поверхности. Он высвечивает остров, кость, скелет. И, соответственно, это знаки и есть скелет нашего мира. Но эти знаки фрагментарны. И символ круга. Что означает круг? Круг не имеет ни начала, ни конца. Он может расширяться до бесконечности, как Вселенная. Он может сужаться до бесконечности, как ученые находят свои более и более мелкие частицы квантового мира. И, соответственно, что есть этот круг? Это и есть, как ни странно, не целое. Это фрагмент. Почему фрагмент? Потому что для того, чтобы быть целым, у него должно быть то, что ему противоположно. А ему ничего не противоположно. Единое типа парменида может быть единым и целостным, только есть то, что является небытием. Это небытие имеет в качестве границы бытия. Оно из него начинается, в него оно может уйти, чтобы перейти в небытие. Будет начало, конец. Есть граница. А если ничего кроме этого самого бытия, нет в принципе. Не будет ни начала, ни конца. И тем не менее, оно является фрагментом. Оно является серединой. Как бы это сложно не было воспринять. Мы живем исключительно в череде середин. И, пожалуй, вот эта работа показывает, насколько живо еще мышление художника. То есть он с 30-го года рождения. Он был 79 лет, когда он создал эту картину. И, безусловно, достоинство Джонса в том, что он обращается именно к искусству, которое несет идею. Не просто искусству, которое будет приятно для глаз. Хотя все его картины совершенно эстетические. Если бы это была только идея, он бы не был художником. Он был политиком, кем угодно еще, но только не художником. Это картины, которые через краски, через холст, через калаш выражают идеи языковым искусствам. И для нас это, наверное, важно и значимо. Так как я бы хотел, чтобы вы научились анализировать в принципе таким же образом любые полы. Вот я останавливаюсь только на живописи. Современные живы с 20-го века. Потому что ее, вы знаете, наименее хорошо. А именно в эту эпоху мы живем. Именно эти проблемы стоят перед нами. Проблемы, которые стояли в свадьбе Фигара, перед нами не стоят. И не могут встать по определению. Потому что нет самого того строя, который эти проблемы создавал. Проблемы современного искусства отражают нашу реалию. И ее нужно решать. Поэтому я бы хотел не просто, чтобы запоминали ту информацию, которую я говорил. Поверьте, я проинтерпретировал эти картины за день. Я подобрал какие-то работы и попытался словами рассказать то, что я в них вижу. И заметьте, я не просто придумывал какие-то мысли. Я опирался на идеи, возникающие у философов, социологов, параллельно в это же самое время. А во-вторых, я старался показать работы, интерпретируя их содержание. А не навязывая им что-то, чего в них не заложено. Помимо этого, я ни разу не обращался к высказываниям самого художника. И это тоже не случайно. Помните, главное аксиому, что в наибольшей степени результативно то, что вы мне создали. И если вы будете говорить, что художник говорил то-то, то-то, а на самом деле вы видите там то-то, то-то по объективным причинам, то есть он вращался в кругу, допустим, таких-то мыслителей, в эту эпоху было принято то-то и то-то, то корректно проигнорировать слова автора. Это не значит, что так нужно делать всегда. Слова автора нужно всегда принимать вращу. Но это не значит, что то, что осознавал автор, является целиком флагом его творчества. Это может лишь маленький, первый флаг. Более того, мы никогда не знаем контекст высказывания. Зачем это сказал автор и кому это сказал автор. Мы привыкли, что бывает некая объективная истина. Думаю, Джонс это полностью выветрил из головы вашей. То есть никакой объективной истины нет. Еще в начале двадцатого века, когда не в начале, во второй половине двадцатого века, в начале двадцатого века эти письма создавались, я имею ввиду переписку Юнга, когда она была опубликована, многие люди были в шоте. То есть разным людям он писал чуть ли не противоположные вещи. Можно с одной стороны обвинить этого человека в двулечии, а с другой стороны это был крупнейший психолог. И на мой взгляд этот человек писал правду. Только он не понимал, что правды как таковой не бывает. Для одного человека вот это будет адекватно отражать ситуацию, а для другого прямо противоположно. Потому что самой по себе ситуации нет. Сама по себе ситуация влечет целый ряд ассоциаций. У каждого человека они разные. Если Юнг знал, кому он пишет, то, так скажем, действие этих писем вполне возможно, что было идентичным. Понимаете? И, соответственно, то же самое можно сказать и о художнике. Да, художник кому-то в переписке что-то сказал о своей работе. Является ли это исчерпывающей характеристикой его работы? Нет. А может ли он творить неосознаваемо? Да запросто. Я вам уже сегодня показывал, что есть саморазворачивающееся письмо. Что такое автор? Это точка-маркер. По автору мы определяем стиль высказывания. Принадлежит он автору? Нет. Он принадлежит письму эпохи. Так может ли в полной мере автор осознавать сам стиль эпохи, само письмо? Никаким образом. Он может лишь подбирать для его раскрытия корректный профессиональный инструмент. Но полностью осознавать, в каком флаге мы живем, мы, к сожалению, этого не сможем никогда. И не сможет никогда это никто. Лишь в последующие поколения можно претендовать на большую объективность по отношению к предшествующей эпохе, чем по отношению к своей собственной эпохе. В следующий раз у нас семинар. В следующий раз у нас семинар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова